К скамье подсудимых он шагает уверенно. Слишком уверенно, если учесть, что в совокупности деяний ему грозит до 12 лет лишения свободы. Торговец смертью или наркозбытчик, как гласит обвинительное заключение. Улу Файзулло, уроженец Киргизии, находился в СИЗО с июля 2022 года, пока решалась и оспаривалась мера пресечения стороной защиты. Затем премии сторон, в общем, обычная судебная практика. В его обвинительном заключении, так и значится, совершил преступление, предусмотренное частью 3 пункта Г и частью 4 статьи 228 прим. 1. Незаконный сбыт наркотиков максимально широкому кругу лиц, находясь в сговоре с неустановленными лицами. Согласно заранее распределенным ролям, Улу Файзулло осуществлял закладки наркотических средств через систему тайников. С помощью мессенджеров оставлял закладки и пересылал геолокации. Нажиться, пойти по стопам Пабло Эскобара, став богатым и знаменитым, ему не позволили сотрудники Главного управления контроля по обороту наркотиков. Часть наркотических средств, расфасованных в пяти свертках, у него из карманов изъяли в Назрановском отделе МВД в прошлом году, 16 июня. Подсудимый обвинялся органами следственным в том, что в июне 2022 года прибыл в город Назрань с целью реализации наркотических средств на территории города Назрань. Для этого был разработан план с его сообщников, согласно которому данный подсудимый на территории города Назрань обязался распространять наркотические средства путем оборудования различных тайников, так называемых закладок. В июне 2022 года в Назаркорском административном округе города Назрань им было изготовлено два таких тайника закладки, после чего данные с географическими координатами места расположения данных закладок были отправлены своему сообщнику для последующей пересылки потенциальным покупателям наркотических средств. Судебный процесс не разрешают снимать в перерыве. Когда судья удаляется для вынесения приговора, подсудимый, вероятно пытаясь предугадать вердикт, выведать у адвоката возможный исход, заметно нервничает. Ведь через 20 минут огласят срок, который он вынужден будет провести в местах не столь отдаленных. Тишину в зале нарушает лишь бряцание наручника в руках у полицейского. Подсудимый он же через несколько минут, как судья, оглашает приговор осужденный. Вердикт – 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Что вас побудило заниматься сбытом наркотических средств? Волкс, вопс. Вы раскаиваетесь с одеянным? Нет. Вы не согласны с приговором суда? Да. Расскажите, а как вы очутились здесь, в Ингушетии? Что? Как вы оказались здесь, в Ингушетии? Ну, приехал, но обычно сходил. С какой целью? Занимайся. Работать. Работать? А где вы работали? И где вас задержали? На заранее. Задержали вас по личному? Да. То ли действительно не раскаялся, то ли просто плохо владеет русским языком. Губить чужие жизни уже не будет. Во всяком случае, ближайшие 8 лет. Адам Режков, Хамзат Халухоев, Новости 24. Адам Режков, Хамзат Халухоев. Продолжение следует...